Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка о всей участнике актеры. Ну а перед просмотром данного ролика настоятельно рекомендую вам подписаться на мой канал по заработку в интернете. Да, вот он. Я рассказываю здесь о том, как можно заработать в интернете. Ну, по названию понятно. О всяких способах, фишках, о стратегиях и так далее. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. Ну, вы с Кишинева, я так понял, да? Я с севера Молдавы. Ого, там много украинцев ячу. Слава Украине. Да, героям слава. А вы по национальности Молдава, да? Я по национальности Молдава. Первый вопрос. Ну, вы, наверное, меня узнали. Вы знаете, что я снимаю тоже ролики? Я знаю. Не, вы можете поговорить, я подожду. По работе это не кончится. Это доброе. Давай. Что вы думаете про объединение Молдавы и Румынии? Шикарная его идея была. Как вы думаете, когда это будет? Ну, ваше предположение, ваше мнение, чисто как вы думаете? Я чисто даже могу сказать с уверенностью, что это будет не скоро. Это само собой ватников. Вот как бы ни странно, но процентов 40 реально. 40 есть, да. Ну, они что-то тоже отличаются. Есть идейные, есть мягкие, есть которые тупо новости смотрят мало, чем. Есть которые просто... Ну, там разные есть они. Было ослабление антикоррупционных законов. Там, типа, если меньше 48 тысяч евро, то это, типа, невзятка и можно не срезать. Он перестал немножко. Вчера приняли, теперь главный прокурор Евросоюза Ковеши. Да, кстати, Ковеш уважает эту женщину, да. Я тебе хочу показать, что будет делать МОИ ПСД. То есть, ты знаешь, что там лидер. Я знаю, что это, конечно. И самое главное, нам нельзя делать это с шумом, с пафосом, с шариками и фейерверками. Что с шумом? Объединение. Почему? Его надо делать красиво. Вот смотри, сначала наша банковская система уже почти-почти уже все на одном законодательном уровне с румынской. Счета, проводки. Да, интеграция идет по чуть-чуть. Так, вот я хочу сказать. Сначала красиво банковская система. Убрали тарифы, вы знаете, на мобильную связь, по-моему, да? Да, 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 убрать это. Потом красиво вдруг сказать. Вы знаете, нам что-то дорого содержать наши таможенные посты в Леушенах, Скулянах, в Вунгенах. Ну, дорого содержать. Мы убираем, оставляем только значок. Что-то начинается, окончается в Молдово. И там начинается румын. Такой, потом убрать это, потом это. Не надо кричать, что вот мы обиделись. И в какой-то момент времени. Без империализма такого, да? Без фанатизма. В какой-то момент времени. Люди, которые поймут, что, ой, подожди, а тут уже можно ехать свободно. Потом, знаешь как, не изначально. Значит, вот, ой, я нашел вот такую вещь. Ой, для меня открылась такая вещь. Но они не понимают, когда они им дают это все. Они отвечают, о, смотрите, нам дали. Значит, украли. Ну, начинается целая полепика. Нельзя это. В Молдавии надо делать тихо, красиво, без пафоса, без шума. Давай, давай. Давай. Я просто сисадмином работаю. Ага. Что я хочу сказать. Почему я утверждаю это со стопроцентным? Мой старший сын учиться в Бухаресте, я его после девятого класса отправил в лице. Это 10 лет назад. Я прошел всю румынскую систему. От образования я изучил, как они к лицеистам относятся. Я изучил, как относятся к университетским нашим детям, которые приезжают учиться в Румынии. Я изучил абсолютно все. Теперь в той Румынии работают абсолютно все мои самые близкие люди. То есть все они переехали туда. Я один остался. Что я хочу сказать по этому поводу. Самое главное на сегодняшний день в Молдове надо воспитывать даже не какие-то материальные блага. Материальные блага не приходящие. У нас нет самого главного. Мы потеряли собственное достоинство. Мы готовы сейчас подстелиться под кого угодно, некоторые части населения. И опять же говорю, я не хочу уезжать с Молдову. Мне Румынии объединение по сути даст только одно. Мне даст только уверенность в плане защищенности, законодательной базы и европейских ценностей. Я хочу жить в этих Бричанах. Я хочу ходить на эту работу. Я хочу общаться с этими людьми. Я никогда не хочу уезжать. Вы из Бричан, да? Да. А я только что общался с девчонкой тоже из Бричан. Я никуда не хочу уезжать. Я хочу здесь работать. Потому что я почти 13 лет отстраивал свою работу именно так, как я хотел ее отстроить. И на сегодняшний день я считаю, что у меня много чего получилось. И уезжать куда-то опять, тем более уже в определенных годах, когда тебе не и 25, и 30. Это уже мало, скажем так, немножко проблематично. Да, если будут уезжать такие проевропейские, то вата только и останется. Они тут устроят цирк. Цирк. Я поэтому отвечу. Да, что делать с ватой? Ватой надо воспитывать и надо ждать. Есть две вещи. Есть. Я был ватником, я ходил на собрание усатого. Я хочу сказать что-то другое, что быть на собрании усатого это еще не значит... Хотя нет, я тогда не был ватником, но такое, типа. Допустим, я бы, знаешь, что бы делал в плане программы Молдовы, да, для своих граждан, для их, для ватанов. Я бы тратил определенные средства, которые можно было бы потратить на что-то другое. Но я понимаю, это тоже вид лечения, да. То есть из области здравоохранения, но еще выделить в психиатрической зоне какие-то бюджетные деньги. Для того, чтобы периодически самых упоротых вывозить в ту страну, и чтобы они просто тупо гуляли, смотрели, общались, чувствовали такую тупую тупую. Если мозгошная тупая. В принципе, да, вы правильно говорите, но у нас есть в Приднестровье. Вот это сначала нужно решать. А тут очень просто. Тут я молю Бога, чтобы украинцы выставили, чтобы они все-таки победили. А я думаю, что они выставят и победят. Это большая, большая, сильная нация, и у них есть все для этого. Главное, чтобы у них не было предательства. Если у них не будет предательства внутри, они выстоят, и все будет хорошо. Как у нас это было в 92-м война, там, Мир Чеснегур, все дела, а потом пришли коммунисты, которые плясали под дудку России и так далее. Ну, из этой серии. Так вот, чтобы ты понял, если Украина выстоит, то у нас выход с Приднестровьем только два варианта предложить. Или у вас анклав, колючая проблока, если прелести, жизнь в анклаве. То есть виза, стружайшая виза, платный въезд. Блокада экономическая сильная. Со всех сторон. Вот. Это первый вариант. Категории никаких больше переговоров. Никаких. Ребята, у нас... Значит, Дудон встречается с Красносельским, это вообще позор. Ну, это дебил, это... Ну, наш президент это вообще... Это реально один из самых тупых президентов. Так они, я говорю, как вернуть? Они не согласятся. Потому что Россия не позволит. Куда они не денутся? А вот, смотрите, а вот как Хорватия сделала в 94-м операция? Боря вернули свою территорию. Ну, здесь не получится. Ну, как? Тогда они же как сделали? Лидер Хорватии в тот день, когда началась операция, он сначала типа поехал подписывать мирный договор. Он только приехал, он ничего не начал подписывать. Начались военные действия, захватились и вернули. И хитро сделал. Типа мы едем подписывать договор, и в то же время забрали свою территорию. У нас почему выход, уходя в Румынию, знаешь, уходить... Я бы уже пошел бы даже на то. Нам с этого в Приднестровье не холодно, не жарко. Никакой экономики там для нас нет. Никаких финансовых поступлений нет. Ничего нам хорошего в Молдове от Приднестровья не перепадает. На сегодняшний день ставится граница в Поднестровье. Граница, вот колючая полка, как? Объявляется законодательно зона оккупированная там Российской Федерации. Зона оккупации. У нас есть выход на Украину через Паланку, через Черненцы, через Охницу, через Атаки. Ради Бога. Это для нас не является проблемой. Вообще никакой. Тем более, учитывая, что россияне с 2020 года перекрывают газовый поток на Болгарию через Приднестровье. А сейчас строится Кишинев, Унгень, Ящунгель, да? Или как? Ну, они строят, но я тебе скажу, там есть огромная техническая проблема. То есть, многие, кто не в курсах, знают, что российский газ, он более сухой. И под наши газопроводы, российский газ, технологически, он был подстроен. Румынский газ, он очень много имеет паров. Там много очень конденсаторов. Там через каждые 100-200 метров, километров там ставятся, так называют. Специалисты знают. То есть, наш газ и румынский газ, огромная разница. То есть, если мы даже попытаемся сегодня закачать румынский газ в наши газовые системы, у нас будут большие-большие проблемы, чтобы ты знал. Нам надо или отказаться категорически от российского газа, что не реальность сегодня, и переходить на румынский, или же альтернативно запитывать румынским газом только определенные объекты, которые будут запитываться румынским газом. То есть, новые и так далее. Но никак не в общую единую систему. Это как и в энергосистемах. Вот у тебя ветряк, да, он должен иметь такую мощность, чтобы влить общую энергосистему. Токи-перетоки, если ты учил физику, ты знаешь, что это такое. То же самое с газом. Это и есть техническая проблема. То есть, трубу построить не проблема. Сварить там трубы в один газопровод, это не проблема. Проблема техническая дальше распределения. Там начинаются проблемы. По поводу Приднестровья, я тебе сказал уже. Надо дать им свободное жилье, так как они хотят, у себя в Энклайне. У себя в Энклайне, чтобы нам не диктовали. И везде на автобусах голосовать. Да, за 25 долларов за Додона. В смысле, за партию социалистов. Да, да. Вот это было самое большое предательство. А еще там куча рекламы в Приднестровье от социалистов тоже есть. Это было самое большое предательство, которое было от нашего, так называемого, недопустимого. Более того, скажу вам то, что я заходил в группу ВК, знаете, ВКонтакте, социальная сеть. По-моему, как-то она называется «Молодежь социалисты». И там, в общем-то, социалисты из Молдовы пошли, поехали на тот мост. Отдали дань тем, кто воевал против нас, против Молдовы. Этим приднестровским, вот этим сепаратистам. Поставили свечки и так далее. Партия социалистов. Я сначала думал, это типа за наших, тех, кто за Молдову воевал. А это они за них. И после этого, да. Так вот, чтобы ты понял, на сегодняшний день наши, так называемые лидеры, никакие они наши не лидеры. Это наша боль, наше позорище и наш стыд. Потому что эти люди никогда ни про тебя, ни про твоих детей не позаботятся. Понимаешь? На сегодняшний день, то, что сделал Додон в Приднестровье, когда возлагал там цветочки, вот это все. А что, я это не знаю, кстати. Ну, он же ходил с этим красносельским. Не, это я видел, а то, что возлагал цветы, я не знаю. Расскажи. Слазал цветы тем погибшим, казакам. А, те, кто воевали против Молдовы? Да, да, да. А, даже так? Даже так. Ничего нового. Так вот, чтобы ты знал, эта публика, эта публика не имеет права больше вообще в Молдове занимать сам, даже дворников просто. Ну, я согласен, да. Возлагать цветы тем, кто воевал совсем недавно, а по истории вообще это было вчера, если чисто исторически. Но это ненормально, да. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok